Пять минут, пять минут, режиссер сказал нам строго, пять минут. Ром! Да? Хорошая. Сейчас, подожди, допишу девочка. Ром, скажи, а сколько идет до Великого Устюга письмо Почтой России? Сколько? А зачем тебе? Ну как, Новый год же уже скоро, я готовлюсь. Я Дедушке Морозу письмо пишу. Только начала. Здорово, да? Маша, ну ты не переживай, Дедушка Мороз не забудет исполнить твое желание. А нам пора начинать наш новогодний выпуск. Это «Время дела» на своем ТВ. Поехали! Друзья, здравствуйте! Здравствуйте! Мы приветствуем вас в нашем последнем в уходящем году выпуске. А это значит, нам пора подводить итоги. Сегодня будет много сюрпризов и подарков. Мы очень рады, что вы были с нами в этом году. Наша программа «Время дела» стартовала в марте 2017-го. И каждый понедельник мы рассказывали вам о том, как изменился облик Ставропольского края благодаря программе поддержки местных инициатив. Программе, которая не только улучшает жизнь в регионе, но еще и показывает, сколько инициативных и активных людей живет на Ставрополье. Нам действительно есть чем гордиться. В этом году на Ставрополье отремонтированы и построены с нуля 126 объектов. Вы только представьте себе, сколько объектов появилось за все 10 лет существования программы. Это дома культуры, спортивные площадки, закуплена коммунальная техника, проведены газопроводы, водопроводы. В общем, все, что нужно для комфортной жизни. В этом году мы с Машей побывали в 16 районах Ставропольского края. В 56 населенных пунктах. Они были такие разные. Большие административные центры и маленькие поселения, где живут всего лишь по 400 человек. Белые копани, я помню такое поселение. Ну и все они участники программы поддержки местных инициатив. Каждую неделю мы выезжали в отдаленные и не очень уголки Ставропольского края. И в общей сложности с марта по декабрь мы проехали 5133 километра. Это расстояние от Ставрополя до Иркутска. Ну и в Иркутске не так здорово, как у нас здесь на Ставрополье. Это точно. Вот минутка патриотизма от Романова и Ставрополь. Но, Ром, ты, конечно, прав. Знаешь, где на Ставрополье мне очень нравится? Ну, как только ты расскажешь, я буду знать. В селе Малые Егоры Туркменского района. Я не знаю, чем меня так пленили восточные районы Ставропольского края. Наверное, тем, что программа поддержки местных инициатив в далеком 2006-м стартовала именно там. А значит, работы для меня там очень много. Итак, в селе Малые Егоры есть замечательный дом культуры. Здание было построено еще в советское время, поэтому ремонт там просто необходим. На помощь пришла программа поддержки местных инициатив в 2010-м году. Давайте посмотрим мой очень необычный новогодний сюжет. Дорогой Дедушка Мороз, начинается мое видеообращение к тебе. Я уже по тебе немножко скучаю и передаю привет из села Малые Егоры. Помнишь, нам написали, что здесь нет снега? И правда, здесь вообще нет снега. Ну, так просто снег же местные жители не получат, правда? Нужно же сначала доказать, что здесь живут самые инициативные люди и отлично работает программа поддержки местных инициатив. Пойдем? И первым делом я решила заглянуть в местный дом культуры. На стенах награды, кубки, грамоты, фойе, пруд и лебеди из цветной бумаги. А в коридоре всех встречает казачок и казачка с подсолнухами и предметами казачьего быта. Этот дом культуры – один из лучших в районе. Здесь работают около 20 высококвалифицированных специалистов, а местные творческие коллективы – лучшие в районе и крае. В жизни села наш дом культуры, конечно, у нас это достоинство в селе. Классные специалисты, дом культуры работает по высшей программе. 18 кружков самодетельности у нас. Из них два народных коллектива – это детский духовой оркестр «Лучший в крае». Это единственный детский духовой оркестр, где все дети. И вот два года назад у нас краевой конкурс, мы заняли первое место среди всех духовых коллективов края. А еще здесь отличный танцевальный коллектив, вокальный ансамбль и секция актерского мастерства. Можно даже мюзиклы ставить. А это, пожалуй, самая потрясающая комната для каждой девушки. И даже для меня, несмотря на то, что я снегурочка, живу всегда холоде, но тем не менее, иногда мечтаю о море. Вы посмотрите, какие костюмы морячков, девушек-морячков. А вообще, я хочу сказать, что половина этих костюмов шита собственными руками. Местными творческими коллективами также шьют и дети. Вот вы можете в это поверить? Очень красиво. А еще был такой случай здесь на 9 мая. Пока я с дедушкой готовила подарки местным детишкам, они своими руками шили вот эту военную форму вместе с родителями. И сделали просто потрясающий концерт к Великому Дню Победы. А еще, милый мой дедушка, Дом культуры села Малые Егуры известен своей одеждой для сцены. Она подбирается по цветовой гамме под любое мероприятие. А мероприятий здесь проходит очень много. Одежду для сцены приобрел местный предприниматель. И это очень хорошо, что бизнес такой социально активный. Итак, про мероприятия. Они здесь проходят всевозможные, серьезные, торжественные, проходят всевозможные различные конкурсы сельского уровня, а также районного и даже межрайонного. Дедушка, ты никогда не видел, как я играю на барабанах? А палочку-то барабанную держу, прям как палочку волшебную. Нет, не быть мне, Снегурочки, великой барабанщицей. Внучка ушла в отрыв. Здесь хорошая аппаратура и отличные музыкальные инструменты. А еще прямо в Доме культуры есть музей. Десятки экспонатов собирали всем селом. Удалось сохранить старые письма, фотографии, документы и предметы быта. Ткацкий станок, на котором ткались ткани в домашних условиях. Вот эти вот все полотенца, рушники, которые очень красивые, и мы ими гордимся. Это все домотканные. Вот это вот кровать, посмотрите, пожалуйста, обратите внимание. А это люлечка с ребенком сразу. Которая раньше была в каждом доме, и дети в этой люльке росли. Ежедневно в Доме культуры бывают более ста человек, и взрослых, и детей. Поэтому здесь позаботились о безопасности. Везде обязательные датчики дыма, громкоговорители пожарной охраны. Современные средства безопасности были оборудованы здесь в 2009 году благодаря программе поддержки местных инициатив. А годом ранее была составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт Дома культуры. Уже в наступающем 2018-м по программе поддержки местных инициатив начнут капитальный ремонт крыши. А он здесь очень необходим. Программа очень хорошая, пусть продолжается, действует дальше. А мы будем участвовать. Без поддержки края нам не осилить ремонтные работы. Нужно вливание денег именно в краевой бюджет. Так как наш бюджет очень скудный, и мы выживаем, как говорится, как мы уже. Ну что ж, по-моему, отличный Дом культуры. Люди сами инициативные, в программе поддержки местных инициатив участвуют до уже который год. И к тому же такие талантливые, поют, танцуют. Ну что, дедушка, будем дарить снег в селе Малые Егоры? И я думаю, что будем. С наступающим Новым Годом! А вы знаете, кто сейчас вместе с нами смотрел сюжет? Дедушка Мороз! Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, внученька, здравствуйте, ребята! Вот же он, посмотрите, друзья, самый что ни на есть настоящий. С бородой, с шапкой, мой дедушка Мороз! Не, ну а как вы хотели, друзья, я к вам спешил все-таки, вот так спешил, что даже толком в зимнюю обувь переобуться не успел. У тебя же не холодно? Не холодно, конечно, ведь у нас и в крае не холодно сейчас. Да какой же вы ответственный у нас, дедушка Мороз! Ну мне же такая ответственность все-таки, столько детишек надо поздравить, столько людей везде, надо все успеть. Конечно, ответственный. Дедушка Мороз, ты же будешь поздравлять наших уважаемых жителей Ставропольского края в нашем эфире, да? Обязательно! Каждый день в 2018 будем поздравлять всех-всех-всех жителей и города, и края, и всей страны нашей с наступающим 2018. Здорово! Дедушка, а ты видел мой сюжет? Видел. А почему это ты, внученька, решила нарядиться, в общем-то, в мою внученьку Снегурочку в этом сюжете? Ну, я думала, что вы не узнаете Снегурочку. Как это не узнаешь? Ну что ж, я свою внучку не узнаю, Снегурочку, мы же с ней родственники. Я просто хочу спросить, Дедушка Мороз, если ты смотрел мой сюжет, то ты знаешь, что в селе Малые Егоры есть замечательный дом культуры, им очень нужна крыша новая, кровля. Подарим, благодаря программе поддержки местных инициатив, подарим. Хорошая программа. Да? Да. Нравится? Хорошая программа поддержки местных инициатив, и, конечно же, мы вместе с этой программой, не без моего участия, конечно, но я думаю, что крышу обязательно новую сделаем. Здорово. Дедушка Мороз, ну у тебя, наверное, сейчас много дел, да? Да, конечно. Ну, рассказывай, какие дела? Ну, во-первых, нужно приготовить всем-всем-всем подарки. Мне же пришло очень много писем, очень много писем. Пришло со всех уголков нашей страны, пишут мне и дети, и взрослые. И всем нужно приготовить, каждому уделить внимание. И вот сейчас будем этим заниматься вплотную. Да, действительно, очень много дел. Ну, дедушка Мороз, ну, хотелось бы вернуться к программе поддержки местных инициатив. Расскажи, хорошая программа? Почему хорошая? Как ты считаешь? Чем она тебе нравится? Конечно, хорошая. Все хорошо, когда это для людей, для простых людей, чтобы они были рады, чтобы они жили лучше, в конце концов. Конечно, это всегда хорошо. И программа поддержки местных инициатив это только подтверждает и как раз, в общем-то, делает хорошо всем-всем-всем людям в нашем крае. Мне кажется, программа поддержки местных инициатив немножечко похожа на тебя, дедушка. Ну, потому что она тоже исполняет желания, да? Конечно, исполняет. Только вот мешка у нее нету, а у меня мешок есть, и он большой. Она другими методами исполняет желания, она дарит людям благоустройство, площадки, аллей, скверы. Да и много всего для родных сел и городов. Будет, в 2018-м уже для городов. Да. Дедушка, ну я вот не буду вас задерживать, вот, поэтому хотелось бы, знаете, что вам сказать? Я приготовила письмо. Исполните мое желание? Конечно, я почитаю обязательно и постараюсь его исполнить. Я вот знаю, Машенька, что ты в этом году хорошо себя вела, поэтому обязательно постараюсь исполнить твое желание. Спасибо большое, дедушка Мороз. Рома, ты... Открывать же мы его не будем, желание всем говорить всему, правильно? Чтобы сбылось. Не-не-не, это вот ты с собой заберешь. Я почитаю, да, обязательно снеговикам своим передам, чтобы они исполнили. Рома, у тебя есть желание? Да, конечно, есть. Дедушка Мороз, а вы можете нам сделать новогоднее настроение в нашей студии? Вот такое будет мое желание. Прямо сейчас? Да. Прямо сейчас? Ну, конечно, могу. В общем-то, я же волшебник. Да. Я могу все? Да. Волшебное настроение. Приди в студию программы «Время – дело» своего ТВ. А елочку зажечь? Ну, конечно, конечно же, мы зажжем елочку, только мы ее зажжем, так как я люблю, как мы это всегда делаем с детишками на утренниках. Ну-ка. На счет три, да? Умеете же, помните? Да. Итак, раз, два, три, елочка, гори! Ура! Загорелась наша елочка, красавица. И вот сразу как-то стало по-новогоднему в студии, да? Да. Настроение появилось. Даже запах мандарин появился небольшой. Спасибо вам большое. Вот сейчас, правда, прям детство вспомнило. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам, что позвали меня. С наступающим Новым Годом! Правда, у вас, наверное, и дела, и дела. Работы – непочатый край, как говорят у нас в Аграрном Ставропольском крае. С наступающим, мои хорошие! Чаще улыбайтесь, будьте счастливы и здоровы. И, конечно, верьте в чудеса, несмотря ни на что. С наступающим! Ром, что это было? Волшебство, Маша, волшебство. Ну что, Ром, Дедушка Мороз ушел, но я уверена, этот выпуск он посмотрит, поэтому не будем его расстраивать. Рома, расскажи, о чем сегодня ты расскажешь нам? Ну, конечно же, о программе поддержки местных инициатив. О том, что в уходящем 2017-м в селе Красноярском Андроповского района появилась универсальная спортивная площадка. Такая необходимая для местных спортсменов, да и вообще без спорта никак. Продолжу свой рассказ о важности здорового образа жизни в своем сюжете. Подрастающее поколение для нашей сборной. Сейчас мы находимся на спортивной площадке в селе Красноярске, где по программе поддержки местных инициатив для ребят построили прекрасный объект, где они смогут проводить свое свободное время, заниматься любимыми видами спорта. А здесь, точнее, в селе Красноярское, одно из главных направлений – это футбол. И вот сейчас мы можем посмотреть, как ребята увлеченно играют в эту игру. А может, даже и поиграем вместе с ними. Держаться невозможно, чтобы не поиграть здесь. Площадка – прекрасное покрытие, великолепное, мягкое, удобное. Что еще нужно для счастливого детства, для счастливого времяпрепровождения? На строительство этой площадки потратили чуть меньше трех миллионов рублей. Из них два миллиона из краевой казны. Остальные деньги выделил муниципалитет. 32 жителя села помогали строить этот объект собственными силами. И теперь у местных школьников есть еще одна площадка, где можно достигать спортивных побед. У нас достаточно старая школа, занимаются в две смены. Спортзал построен хозспособом, высота потолка 3,5 метра. Общая площадь спортзала 45-50 квадратных метров. Даже там дети умудряются заниматься волейболом. Я сам ходил когда-то на волейбол, там ни подачу не подать, не научить нормально принимать мяч. Ни другими игровыми видами спорта заниматься практически невозможно. Особенно там осенью, зимой, весной, когда сляка, грязь. Поэтому, в первую очередь, учитывая достаточно сильные наши традиции, молодежные традиции по организации игровых видов спорта, по участию в районной спартакеаде, по организации футбольных соревнований, мы решили все-таки пойти на устройство спортивной площадки, универсальной спортивной площадки. Здесь поле для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Высокотехнологичное покрытие, современное освещение и удобные скамейки для болельщиков. Да и место для тренировок удачное. Здесь очень сейчас место выбрано хорошо. Вы видите, что детский сад, что у нас дом культуры рядышком, рядышком и школа. И дети, которые идут к нам на кружки, у нас есть и спортивный кружок, они, естественно, сейчас могут заниматься вот в такой красивой, удобной универсальной площадке. Ну и, конечно, детский сад к нам приходят тоже. Детки у нас, так как школа старая, спортзал, у нас, конечно, желают быть лучше. И поэтому... Мероприятия спортивные. Да, все мероприятия спортивные здесь и урок физкультуры в теплую погоду. Конечно, они все приходят сюда к нам. И очень хорошо, комфортно всем. Ну и дети, конечно, довольны. Да, и все сейчас довольны у нас. Потому что для нашего поселения как бы два села у нас входят. То есть хорошо, что вот такой объект у нас появился. Торжественное открытие спортивной площадки было 3 ноября. В этот день здесь был большой праздник. Танцевали местные коллективы, вокалисты спели песни, а воспитанники секции боевых искусств и юные футболисты показали свои умения. Ну как вам площадка? Рассказать, что вам здесь нравится, что не нравится? Все нравится, покрытие хорошее, будет удобно играть в футбол. Ну, в принципе, довольны. Есть где будет детям здесь поиграть. Ну, отличная, отличная площадка. Мы рады участвовать в этом мероприятии. И мы рады, что открыли у нас селе именно эту площадку. Нормальная, хорошая, удобно играть на ней. Красивая, отличная площадка. Большая, просторная. А уже в 2018 году возле спортивной площадки появятся примерно такие антивандальные тренажеры. С этим проектом муниципалитет выиграл краевой конкурс программы поддержки местных инициатив. Площадка для тренажеров уже выбрана и подготовлена. Кто не может заниматься игровыми видами спорта, кто уже в силу возраста или чего-то не может волейболом заниматься, футболом и так далее, он может прийти спокойно, что называется, прокачать мышцы, получить заряд бодрости здесь в любую погоду. Тем более мы предполагаем, что они будут под навесом, и навес будет современный, из поликарбоната выполненный и компактно расположенный. То есть люди могут приходить семьями, 10 комплектов уличных тренажеров будут под одним навесом. И таких три навеса мы предполагаем поставить около 30 уличных тренажеров. Слава Богу, что есть люди, есть молодежь, которая может заниматься, есть старшее поколение, которое хочет. И если здесь такое большое внимание уделяют спорту, значит нет никаких сомнений, в селе Красноярском вырастет целая плеада чемпионов. Новый год к нам читься, надо со спортом подружиться. Ну ты певец, Ром. Да, только со слухом небольшие проблемы, а так все отлично. Нет, все отлично. Я уверена, что благодаря программе поддержки местных инициатив со спортом подружились тысячи наших земляков. В этом году программа «Время дела» побывала на 22 спортивных площадках, залах, стадионах, построенных и отремонтированных благодаря программе поддержки местных инициатив за все время существования программы. А опережают спортивные залы в нашем рейтинге только дома культуры. Их 25. Кстати, в этот список попали и кинотеатры. Много делают и для благоустройства поселений. Это возведение скверов, парков, аллей, танцплощадок, закупка коммунальной техники, строительство моста через реку, немаловажно, ремонт, разводящих сетей водопровода, газификация жилых районов. На 15 подобных объектах мы побывали. В благоустройство не вошли тротуары. Мы прошли километры по новеньким пешеходным дорожкам в шести поселениях. Отдельно мы выделили и асфальтирование дорог. Пять автомобильных дорог радуют водители. И это только там, где мы успели побывать за этот год. А еще семь отличных детских площадок с качелями, каруселями, горками. В общем, все, что необходимо для детворы. Читали книги в четырех библиотеках. И побывали в гостях у трех пожарных частей. И отовсюду в музей нашей программы мы привозили подарки. У нас в фонде музея 20 топиарных композиций. Снопы сена, льна, овса и сколько вкусного хлеба мы испробовали. И не говори, ровно. Порядка 30 поделок из бисера, бумаги, 10 картин в разных техниках, 5 книг. Ну а впечатлений сколько? Мы хотим поблагодарить вас, активные, талантливые и инициативные жители Ставропольского края, за эти подарки. А жительница Новоалександровского района Елена Чернышева подарила в музей нашей программы около 10 маленьких вязальных игрушек. Вот вязаных, вот именно таких. Это она делала своими руками. И также прекрасный вязанный платок, который... Да, который сегодня украшает нашу студию. Он просто незаменим зимой. Да, согревает не только тело, но и душу. Поэтому мы хотим отметить Елену вот этой грамотой, которая отправится к ней уже в 2018 году. За самый теплый подарок. Спасибо вам. Елена занимается садоводством, она отличная хозяюшка. Вот такие жизнерадостные, добрые, активные люди живут в Радожском сельсовете. Вы сказали за кадром, что ваше хобби – это жизнь. Ну, в жизни. Потому что в жизни... Как жизнь? Это что в жизни? Это движение. Ну, у меня движение по-разному бывает. Это цветы, это семья, вот коты. Вот это вязание, люди, окружение. Ну, вот. Друзья. Куча друзей. И хороших людей вокруг. Продолжаем рейтинг программы «Время – дело». С марта по декабрь. Каждую неделю. Мы были в разных уголках Ставропольского края, но есть такие места, куда почему-то судьба нас возвращала постоянно. Вот эту грамоту мы хотим вручить администрации самого активного района, участвовавшего в программе поддержки местных инициатив, в рейтинге программы «Время – дело». И это... Барабанная дробь. Арсгирский район. Поздравляем. Мы практически поселились в Арсгирском районе. Ничего удивительного, конечно. Арсгирский район – лидер не только нашей программы «Время – дело», но и лидер программы поддержки местных инициатив в целом. Поэтому поздравляем. И, конечно же, грамота дойдет до адресата в 2018 году. Итак, у нас осталась последняя номинация, но не для нас, мне кажется, она особенно приятная. Правда, Рома? Мы побывали в 16 районах Ставропольского края. Везде потрясающая красивая природа, но всегда немножко разная. Не знаю, с чем это связано, но я просто поделился своими впечатлениями. Ну да. Но в нашем рейтинге мы не оценивали природу. Но зато хотим отметить вот этой грамотой, на наш взгляд, гостеприимный район, Апанасенковский район и грамота селу Дивное. И если быть точными, да, село Дивное Апанасенковского района. Там нам показали не только объекты местных инициатив, но и провели экскурсию по поселению, рассказали историю. И я помню, это был отличный день. Спасибо вам за тот летний день. И это был просто отличный год. Да, Маш? Да, именно так. А наш итоговый выпуск, выходящий в 2017 году, подошел к концу. Мы рады, что вы были с нами. После новогодних праздников увидимся, чтобы рассказать вам, как мечты становятся реальностью. Как работает программа поддержки местных инициатив теперь и в городах. А с вами были, как всегда, Роман Дустеров. Мария Гнездилова. С Новым годом, друзья! Счастья, улыбок! Здоровья, удачи, исполнения желаний, любви! Ура! Ура! Нет времени. А, это очень смешно. Это очень смешно. Прикинь, накачатила! Новый год к нам читься, надо со спор... Нет, вообще нет тут мотив. Но вы... Но я... Со слухом небольшие проблемы, а так все отлично. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова